На этой стадии розыгрыша Кубка России команды выясняют отношения в двух матчах. Два раза сыграть с таким противником для молодой команды – подарок судьбы. Тем более «Спартаковцы» отнеслись к игре серьезным, выпустив на площадку свой сильнейший состав. А это сразу несколько легионеров, включая темнокожего американца Беверли и кандидаты в сборную России. Наверное, тяжелее всего переезды все это дается. А так, мы отсюда начинали, поэтому с «Суперлиги Б» я сам вроде не так давно здесь играл, оказывается, уже 10 лет прошло. Поэтому, я думаю, всем всегда интересно, зрителям хочется порадовать, наверное, приходят, кто посмотреть на команду. Поэтому не хотелось играть спустя рукава. Обыграть гранда, конечно, никто не надеялся, но получить наглядный урок случай представлялся прекрасный. На деле серьезная борьба была только в первой половине встречи. Череповщеным удалось неплохо сыграть в вороне и не позволить сопернику сильно оторваться в счете. А в атаке у хозяев выделялся Сергей Захаров, который в конечном итоге набрал 18 очков. Первое, что бросилось в глаза, это защита. Мы должны стремиться к защите, которой играет «Спартак». Потому что сразу видно, что защита у них гораздо лучше, чем у нас. Если мы поднимем защиту, то и нападение, естественно, построим игру. После большого перерыва мастерство питерцев сказалось. В третьей четверти хозяева площадки набрали всего 5 очков. А общий итог матча – 48-89 поражения Северстана. Плохо, что у нас не сыграли козыри, то есть лидеры. Вот это плохо. То, что проиграли, да, это у нас реальное соотношение сил. Второй матч уже большого значения иметь не будет. Тем не менее, ответная встреча этих соперников запланирована на 9 ноября. Матч остается в городе Наневе.